добрый день уважаемые слушатели каналов сангейтс а я сегодня вышла в небольшой эфир и хочу с вами вместе порассуждать немножко о том что вокруг нас происходит и насколько мы замечаем то что вокруг нас идя утром вчера на работу свою я так с удивлением заметила что меня обогнал код обычный кот вполне домашний знаете не такой который дворовый пушистый хвостик такой плотненький и он бежит переди меня и как будто бы ведет причем не просто так он совсем не боялся он бежал естественно быстрее меня ждал позирался дождался когда я догоню его и вновь бежал это было очень непривычно очень но ранее утро и я так удивилась думаю ну о чем ты это мне говорит то есть это какой-то знак не это литической традиции система знаков называется не ты тоже прошла курс свое время и активно этим пользуюсь так вот я подумала о чем это ну так забралась сразу посмотрела смотрю котики а вообще животные собаки кошки они ну считается об этом нет то есть неблагоприятные как проигралась на работе был небольшой вопрос который касался нескольких человек и этот вопрос он был на таких эмоциях несколько выходящих за рамки баланса но для чего то это все тоже было то есть я дальше нить своего этого внутреннего расследования продолжила сразу какие-то ассоциации в голову пришли о чем вот вообще еще вот в произведениях например да и первое что пришло так вот бедемот да и кукакова а дальше я естественно пушкина а наше все то александра сердеевича вспомнила вот этого кота ученого который ходит кругом да и вот эта последовательность рассуждений она привела меня вот в эту стезю в творческую мне интересно стала посмотреть на певцов на людей которые транслируют нам красоту да транслируют нам культуру в массы и я раньше собственно проводила эти исследования здесь вот села и выбрала своих любимых исполнителей посмотрела и дата рождения и посмотрела на то если предрасположенность и повторяется ли она дублируется где дублируется в портретах у этих уже знаменитых людей и увидела что ну вот если по системе таро говорит да то архетип мага первый аркан старший аркан таро то вот эта энергия она так или иначе где-то в портрете в каких-то основных позициях проявляется ну у кого-то это в кармическом портрете но тоже дважды например да то есть и кроме этого еще как ни странно аркан смерть и вот это сочетание 13 аркана и аркана мага она дает такой эффект интересной гибкости трансформации голоса то есть смерть она же трансформирует да то есть мы говорим иногда это синоним это трансформация и чего этого голоса во что-то да в прекрасный звук прекрасную подачу прекрасной манеры и это сочетание она может быть если говорить вот языком на портрета то и кармические да и основной и в программах которые отвечают много за что есть кроме основного метода до который является базой еще много-много разных настроек к этому нет к этому нет я уже говорила об этом и мы благодаря вот этим а специализациям можем многократно усиливать и расширять возможности того что для человека написано то что он может в себе проявить на разных этапах жизни своей вот так же можно заметить если смотреть поглубже да что есть например там в музыке а альты если вы кто-то да вот хоры хоре пел возможно в детском или музыкальной школе есть это нора то есть вот разные диапазоны у людей так вот энергия повешенного она вот больше например там у альтов проявляется ну то есть это все очень интересно и это все тоже тема таких исследований а если например просто пение да посмотреть я уже сказал то это маг а если еще немножечко от поглубже до покопаться то можно еще и вот такие под разделы увидеть и поскольку кот и вот такой образ да из пушкинского персонажа из этой сказки пришел мне результате этой встречи утренней я посмотрела еще и портрет александра сергеевича это конечно очень любопытно потому что энергия в портрете они несколько энергии да вот тот самый маг который отвечает кроме того что это пение это еще и творчество это еще и писательство и у него в кармическом портрете два мага то есть это усиленная энергия это это не просто писатель это такая а величина уже да вот и несколько энергии женского направления то есть если мы так в целом охарактеризовать портрет то видно что есть императоры которые отвечают и за появление у человека жизни и статуса и такой организованности и профессионализма устойчивости в жизни не всегда правда устойчивость потому что два императора но тем не менее есть жрец пятый аркан когда мы видим эту энергию это про интеллект это про авторитарность в чем-то это авторитетности порядочность это традиционность такая соединяя дату рождения и имя я вижу что имя так вот вышло интересно вышло что она только усиливает портрет она добавляет качество скажем у александра сергеевича портрете девятка аркан отшельника это мудреца аркан это глубокое погружение это желание уединиться желание находиться в своем внутреннем глубоком этом мире усиливается имя фамилии именем он сам как ребенок да он сказка писал по сути дела часть его творческого наследия она именно сказка не представлена то есть вот эта вот энергия непосредственности своей этой грани проявилась его творчестве и конечно отчество дает ему здесь вот 15 энергия дьявола такую искристость такую зажигательность такую харизматичность и восемнадцатый аркан например вот если на портрет снова смотреть то здесь прямо такая палитра а погружение в такой ресурс на позицию он стоит на коллективное поле да в коллективное бессознательное откуда он просто черпал эти свои шедевральные на знания и переносил это все на бумагу то есть это прямо вот потоковая какая-то информация плюс еще в талантах стоит единичка у него эта энергия когда это то что мы имея можем показать облечь через эту позицию через эту энергию свои идеи свои возможности облечь в какую-то форму и отдать обществу отдать людям и собственно сделать своим скажем кого-то хобби у кого-то профессии у кого-то деятельностью всей жизни таким образом я увидела что это очень необычный портрет и мне сразу вот есть еще одна позиция точка гармонии так называемая я вижу 14 энергии и в этой энергии в этой позиции все что касается искусства вот мы если рассматриваем на художников например знаменитых да или писатель которые тоже художники на слово и эта энергия есть то понятно что это тоже связь с ангелами и это это балансирование между верхним миром и миром людей это нет плохого и хорошего это поиски золотой середины во всем но в то же время если посмотреть в кармический портрет вот он так хотел ему так было хорошо ему вот в этой точке на творилось писалось идеально но это же энергия если взглянуть в теневой портрет она у него травматическом оптии детства вот там как раз таки были ну разного рода со стороны родителей на преувеличения когда могли говорить ну какие сказки какие что-то вообще придумываешь там будьте как все да вот и у него в теневом портрете есть также одна точка которая называется кем хочу быть или вот мой осознанный выбор это же 14 аркан то есть вот эта вот энергия про искусство а которая она у него буквально несколько раз звучит а в нескольких позициях 18 позиция 18 энергия еще есть в одном месте портрета где говорится как лучше работать с миссией то есть если его миссия как раз творить то эта энергия говорит бери для того чтобы ты мог эффективно сделать или информацию с верхнего плана и конечно ну тут много что можно говорить да но это как сказать дела минувших дней одно минувших день а тем не менее мы понимаем что надо знать до своей программы и вот так же одна из программ у нас есть так называемая программа реализации в социуме это с какой социальной задачей человек пришел этот мир то есть что я должен привнести в свое сообщество и какой след оставить на земле и я посмотрела тоже с разных сторон и вижу что у александра сергеевича а здесь как раз таки очень ярко а вот представлен его его способности уметь так дипломатично порой завуалирована он очень аккуратен он терпиев он умел видеть мелочи и ему присуща была внимательность усидчивость а вот в написании и конечно эта программа для него важно вот я построила их несколько посмотрела все которые у него есть и выделила вот эту 14 и таким образом каждый человек может посмотреть и понять а если задаться такой целью потому что важно знать всегда нам где мы можем раскрыться наиболее сильно и этих программ вот их 21 и они у нас все проигрываются а и мы можем посмотреть их помощью макросклада как ни странно может на первый взгляд показаться и этот макросклад он может быть составлен по нашей дате рождения и произойдет такое соединение мак карт таро и нумерология но один из вариантов например есть расклад чем секрет успеха и карьеры это актуальная тема на текущий год на 2023 здесь шесть карт шесть вопросов и для кого-то это актуально может быть ну кроме того что подобный расклад можно сделать масса еще и других тематик как я уже сказала ну например если глядя на ваш портрет можно увидеть что вот этих самых магов много то конечно для вас будет актуально программа и тема коммуникации как эффективно коммуницировать с кем коммуницировать что можно что доносить и как доносить миру да то есть там вот ряд своих вопросов и кроме этого можно еще посмотреть в чем моя природная суть человека например да если это жрица по второй программе или там потенциал финансов то есть возможности профессиональной реализации секреты интеллекта знаний то есть много много чего и если есть у кого-то желание то я предлагаю можно сделать такую диагностику с помощью вот этого макросклада то есть 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 какая-то жизненная ситуация мы можем ее рассмотреть и проработать вот конкретно эту жизненную ситуацию то есть в ней сейчас ситуация не ясность непонимание и человек не видит выхода а не знает какого направления двигаться и как выйти гармонично из этой ситуации поэтому если кому-то откликается то пишите администратора сангейс мы проведем экспресс консультацию и я повторюсь что особенность этого расклада в том что карты я выложу не свободным выбором а согласно расчета по вашей дате рождения а вы рассмотрев внимательно картинку подключаете свое подсознание описываете все инсайты себе вот чем ценность практике увеличивается то есть вы сами себе из подсознания достаете вот эти образы а то что вам окрикнуть каждый человек на одной и той же картинке он увидеть свое кому-то понравится свет и акцент станет на например сочетание цветов кому-то кто-то сразу видит животное или там предмет какой-то который вокруг этой картинки акцентирует внимание ваше или кто-то увидит по той же 14 энергии будут текущую реку как возможности расширения свое да как возможности погружения очищения и так далее и так далее и таким образом вы можете отсмотреть вот эти вот высланные картинки таро которые я отправлю проанализировать прописать а в финале практики мы обсудим то что вы написали то что вам подкликнулась и я формате 10 минутной сессии экспресс-консультации проведу уже с точки зрения портрета дам вот эту обратную связь вам и при необходимости дам направление для самостоятельной проработки ну или если а вам это потребуется для полноценной консультации потому что это крайне важно когда мы знаем что нам жизнь предлагает сейчас да вот повторяю мы идем порогу солнцестояния а весеннего этого мощного дня 21 марта и мы должны понимать а сейчас что же от меня ждет стены вообще то есть как не действовать и исходя из этих обстоятельств вообще вот я говорю о программах о темах а можно как говорила тоже уже расширить есть так называемые каналы их тоже не 20 и 22 и эти каналы они показывают тоже тематику а тематику нашей жизни вот например человек хочет переехать и мы смотрим вот за переезд отвечает например там седьмой канал десятка но мы смотрим а когда лучше это сделать ну куда то что это понятно да мы тут подключаем имя подключаем дату рождения и смотрим и на города или смотрим на сколько город совпадает да а по вибрациям по энергии с датой и с именем человека то есть мы много-много что можем увидеть у человека есть много периодов различных до кармических в том числе и если он падает ну например решает поменять работу а у него как раз заканчивается один кармический период на стыке на другой период где а надо просто переждать немножко надо ну какие-то полгода несколько месяцев дать закончится завершиться этому периоду и следующий период у него наиболее благоприятен для того чтобы с ним работу или что-то другое да какая-то другая важная для человека тема поэтому все это можно посмотреть и все это нужно нужно на себе знать обязательно поэтому закончу цитатой из александра сердеевича пушкина да о сколько нам открытий чудных готовит пресвящение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг поэтому чтобы этих самых трудных ошибок на наших жизненных путях на наших неведомых дорожках было меньше давать эти дорожки наши как тот код который меня проводил буквально да и перед самым финалом и надо было мне уже идти совсем люди исчез и зато он не такой вектор поэтому всем прекрасных сайтов хорошего дня и до новых встреч